Здравствуйте, дорогие ребята! Урок алгебры в 11 классе и тема урока производная. Итак, что сегодня нас ждет на занятии? Ну, во-первых, определение производной, надо будет это вспомнить, правила вычисления производных, монотонность функции, критические точки, ну и, конечно, будет задание для самостоятельного закрепления. Итак, вспомним определение производной. Производной функции y равен f от x в точке x нулевое называется число, к которому стремится отношение приращением функции к приращению аргумента, или дельта f к дельта x. Расписывается дельта f, вы помните, f от x нулевое плюс дельта x минус f от x нулевое отношением к дельта x. Это приращение аргумента. x минус x нулевое. И это называется производной и обозначается как f штрих от x нулевое. Далее давайте посмотрим на чертеж. Вот у нас с вами имеется график функции f от x, касательная, и касательная образует угол альфа с положительным направлением оси x. Геометрический смысл производной. Итак, производная f штрих от x, это есть угловой коэффициент, конкретно тангенс угла наклона, касательной положительному направлению оси x. То есть угловой коэффициент вот этой прямой, это буква k и равна она f штрих от x нулевое. И еще мы знаем, что угловой коэффициент k это есть тангенс вот этого угла альфа. Таблица производных. Как их высчитывать? Слева таблица функции, справа таблица для производных. Если функция будет f от x равно c, то c штрих это будет ноль. Например, если функция равна 5, то f штрих это будет ноль. Вторая формула это степенная функция. f от x равно x в степени альфа, может быть, x в степени n. Это, в принципе, будет тот же смысл. Тогда производная будет равна, допустим, если x в степени альфа, все это штрих, у нас показатель идет вперед, это будет равно альфа умножить на x в степени альфа минус n. В учебниках может такая быть ситуация. x в степени n, все это в производной, то есть штрих, будет равно n умножить на x в степени n минус 1. Ну и далее идут функции e в степени x, показательная функция а в степени x, натуральный логарифм, логарифмическая функция и формулы. Эти формулы мы все проходили, когда изучали производную. Ну, продолжение этой таблицы, я парочку здесь назову вам. Например, если f от x равно синус x, то производная будет равна косинусу x. Если у нас производная, функция равна f от x равно катангенсу x, то производная катангенса x будет минус 1 зеленый на синус в квадрате x. Но эта таблица всегда у вас должна быть под рукой. Если что-то подзабыли, можно посмотреть и применить в решении. Итак, далее у нас следовали правила вычислений производных или правила дифференцирования. Производная от суммы равна сумме производных. Второе. Если будет производная от разности, есть разность производных. Далее. Производная от произведения, то есть f от x умноженной g от x, все это в производной, будет равно f' умножить на g плюс g' умножить на f. Далее идет производная, если функция умножается на целое число, иногда говорят, это константа, но это и есть константа, постоянная величина, значит. Тогда производная будет равна c умножить на f' от x. И еще одно правило. f от x, деленное на g от x, все это в производной. Тогда будет следующее. Дробная черта в числителе f' от x умножить на g от x минус g' от x, умноженное на f от x, и деленное на g в квадрате от x, при условии, что g от x не равно нулю. Давайте рассмотрим конкретный пример, вспомним, как это делалось. Найдите производные функции. Здесь будет поработать формула степенной функции. x в степени n, все это в производной, то есть штрих, равно n умножить на x в степени n минус 1. Итак, задается функция f от x. x в четвертой степени плюс x в квадрате плюс 1, деленное на x в кубе. Всегда нужно сделать следующую ситуацию. Когда у вас появляется вещь, связанная со степенной функцией, нужно привести все к общему виду, то есть к виду x в степени n. Смотрим. Это значит x в четвертой степени плюс x в квадрате плюс x в степени минус 3. То есть мы из дроби сделали степень. Далее находим производную вот по той формуле. И получается f штрих от x равно 4x в кубе плюс 2x минус 3, умноженное на x в степени минус 4. Ну а затем степень с отрицательным показателем мы уже переворачиваем опять в дробь. И получается 4x в кубе плюс 2x минус 3, деленное на x в четвертой степени. Второй пример. f от x равно квадратный корень из x плюс x плюс 17. Квадратный корень из x это степень с рациональным показателем. Значит, мы записываем в виде x в степени 1 вторая плюс x плюс 17. И далее находим производную. f штрих от x равно 1 вторая умножить на x в степени минус 1 вторая. Производная от x будет единица, а производная от 17 будет 0. А затем мы это все переворачиваем и показываем, как это делается с дробью. И будет 1 деленное на 2 корень из x плюс 1. Далее. Такой пример. Найти производную. f от x равно квадратный корень из x умножить на разность. 2x в квадрате минус x. Мы можем, конечно, раскрыть скобки, привести к общему виду степени. А можно применить формулу дифференцирования, произведения функций. Тогда у нас будет следующий результат. f штрих от x равно квадратный корень из x штрих, это будет функция f, умножить на 2x в квадрате минус x, это просто функция g. Плюс квадратный корень из x уже у нас f беспроизводной, и умножить на 2x в квадрате минус x штрих, то есть производная от g. И работаем уже по формула. Получается 1 зеленый на 2 корень из x умножить на 2x в квадрате минус x плюс корень из x умножить на 4x минус 1. Раскрываем скобки, находим, возвращаем то, что нужно в знаменателе. Если нет, так мы просто представляем в виде вот такого выражения. Дробь в числителе 2x в квадрате минус x в знаменателе 2 корень из x плюс, раскрываем скобку, будет 4x умножить на корень из x минус корень из x. Ну и на этом можно остановиться. Рассмотрим пример. Найдите производные функции. Первое. Найти производную от выражения синус 3x плюс косинус 4x равно 3 косинус 3x минус 4 синус 4x. Это по формулу без таблицы можно посмотреть. Второй пример. Производная от выражения 5 степени x плюс логарифм числа x по основанию 2 минус е в степени 7x равно. Это у нас показательная функция. Значит, производная будет а в степени x умноженная на натуральный логарифм а плюс 1 зеленый на x натуральный логарифм из а минус 7 е в степени 7x. Далее, такого характера задание, вычислить значение производной в точке x нулевое равное 2. Дается функция f от x равно в скобках x квадрате минус 2x умножить на вторую скобку 3x плюс 5. Здесь мы воспользуемся формулой f умноженное на g. Итак, производная f штрих от x равно. Производная от первого множителя будет 2x минус 2 умножить на второй множитель 3x плюс 5. Плюс первый множитель пишу без изменения, то есть x квадрате минус 2x и умножить на производную от второго множителя. Будет просто число 3. Здесь, конечно, можно раскрыть скобки, найти подобные слагаемые. Но в данный момент лучше взять и сразу подставить. вместо x число 2. Значит, f штрих от 2 будет равно 4 минус 2 6 плюс 5 во втором множителе плюс 4 минус 4 умножить на 3. Ну и подсчитываем. 4 минус 2 будет 2, 6 плюс 5 будет 11, 22, а 4 минус 4 это 0. Значит, результат будет 22. Давайте рассмотрим следующее, а это будет уравнение касательной и нормальной. Вот перед вами график функции и красным цветом выделена касательная. Итак, уравнение касательной графику функции в точке с координатами x нулевое f от x нулевое. Это точка касания. И уравнение следующее. у равен f штрих от x нулевого умноженное на x минус x нулевое плюс f от x нулевое. Далее уравнение нормали. Уравнение нормали графику функции в точке x нулевое f от x нулевое. Нормаль, напоминаю, это прямая, которая у нас будет перпендикулярно касательной проведенной в точке касания. Уравнение нормали равно y равен минус 1 деленное на f штрих от x нулевое умноженное на x минус x нулевое и плюс f от x нулевое. Итак, давайте рассмотрим пример, который нам поможет работать по этой теме. Написать уравнение касательной и нормали графику функции y равен x кубе минус 2x плюс 5 в точке x нулевое равно единице. Итак, такое задание лучше всего начинать сразу со стационарного уравнения, которое нам нужно будет потом заполнить, а именно уравнение касательной y равен f штрих от x нулевого умножить на x минус x нулевое плюс f от x нулевое. Находим производную. y штрих это и есть f штрих от x равно 3x квадрате минус 2. Следующий этап. f штрих от единицы находим, то есть от x нулевого. Подставляем вместо x единичку. Получается 3 минус 2 равно единице. Ну а теперь подставляем в наше уравнение. Но, наверное, до этого все-таки нам надо посчитать значение функции в единице. f от единицы. Вот сюда мы единицу подставляем. Это будет 1 минус 2 плюс 5. В результате получается 4. Итак, получается у нас y равен 1 умножить на x минус 1 плюс 4. Раскрываем скобку и получаем уравнение касательной. y равен x плюс 3 тире уравнение касательной. Ну и уравнение нормали будет минус 1 деленный на 1. Вот она производная. Умноженное на x минус 1 плюс 4. Раскрываем скобки, находим подобный слагаемый. И ответ получается y равен минус x плюс 5. Это у нас и будет уравнение нормали. Так, дальше. Найти промежутки монотонности функции и критические точки. Это максимум и видимум. f от x равно x кубе минус 6x квадрате плюс 9x минус 1. Находим производную. f штрих от x равно 3x квадрате минус 12x плюс 9. Следующий шаг. Находим стационарные точки. То есть решаем уравнение. f штрих от x равно 0. 3x квадрате минус 12x плюс 9 равно 0. Получаем уравнение. x квадрате минус 4x плюс 3 равно 0. По теореме Виетта находим корни. x первое равно 1. x второе равно 3. Чертим прямую, отмечаем эти числа. 1 и 3. Разбираем наши знаки по плюсам и минусам. Это у нас парабола ветви вверх. Значит, будет плюс, минус, плюс. Теперь мы знаем правило. Если на этом интервале производная имеет знак плюс, значит, функция будет возрастать. Если минус, то убывать. И далее опять если плюс, то возрастать. На основании этого мы пишем вывод. f штрих от x больше 0 при x, принадлежащем от минус бесконечности до 1 и объединение от 3 до плюс бесконечности. И производная f штрих от x меньше 0 при x, принадлежащем от 1 до 3. И вывод тогда вы уже знаете самый какой. Далее. Последний этап, который я сегодня хочу вам показать. Наибольшее и наименьшее значение функции на заданном отрезке. Это задание тоже у вас было. Найти наибольшее и наименьшее. Итак, задается функция y равен x в клубе минус 4x в квадрате плюс 5x минус 3 на интервале от 0 до 1. Кроме 3 на отрезке от 0 до 1. Первый шаг. Опять находим производную. y штрих равен 3x в квадрате минус 8x плюс 5 равно 0. То есть решаем это уравнение. Получается x первое равно 1, x второе равно 5 третьим. Тогда у нас получается следующая ситуация. 5 третьих не принадлежит отрезку от 0 до 1. Поэтому мы это число не рассматриваем. Остается только 1. Далее. Решаем следующее. y от 1 считаем. Это будет равно 1 минус 4 плюс 5 минус 3. Равно минус единицы. Далее мы смотрим на наш отрезок. И один из концов, он остается 0, который тоже надо просчитать. Считаем y от 0. И равно это минус 3. Выбираем из этих двух результатов наименьшее и наибольшее. И пишем ответ. Получается, наименьшее значение функции f от x это будет минус 3. А наибольшее будет минус единица. Итак, ребята, сегодня я с вами рассмотрела, но не полностью. Вы знаете, что там еще есть исследование функции, различные формулы, которые можно еще применять. Но я думаю, что вы в учебнике, решая вот эти упражнения, которые сейчас вам скажу, немного еще поработайте над этой темой. Итак, задание для самостоятельного закрепления. Номера номер 49, 50 и 51 на странице 102 ваших учебников. На этом урок закончен. Спасибо большое. До свидания.